В честь Дня Абая в Уральске сегодня у его памятника, который был установлен в центре города 27 августа 2002 года, организовали торжественные мероприятия. Скульптор изобразил писателя в величественной позе из гранита. Абай Куданбаев стал основоположником письменной казахской литературы и первым поэтом-реалистом, композитором и философом, гуманистом, просветителем и певцом дружбы народов. Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику поэта и мыслителя. На площади Абая собрались общественные деятели, писатели, представители общественной интеллигенции и школьники. С такой значимой датой всех собравшихся поздравил глава региона Галлиис Калиев. Сегодня мы празднуем 175-летие великого поэта и писателя, мыслителя и философа Абая Хунамбаева. Празднование дня рождения великого сына казахского народа всей страной – это в первую очередь знак уважения выдающемуся человеку, которым мы все гордимся. В его творчестве отразились национальное самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, язык, культура и традиции народа. Юбилей просветителя, призывавшего свой народ к труду и образованию на благо своей родины, несомненно, играет огромную роль в жизни всей страны и каждого гражданина. Также с поздравительным словом выступила поэтесса, лауреат государственной премии Акуштаб Бактагиреева. Она отметила, что поэзия Абая проникает в тайники человеческой души, затрагивает самые сокровенные чувства, поэтому она вечно будет пылать в сердцах людей из поколения в поколение. В течение жизни Абай написал 170 стихотворений, еще 56 перевел, а также создал несколько поэм. Его бесценное наследие опубликовано на 60 языках народов мира. Помимо поэзии, Абай увлекался музыкой и писал композиции для собственных стихов. Один из главных трудов Абая – это слова назидания. В честь дня рождения великого поэта и писателя был организован онлайн-конкурс чтецов, в котором активное участие приняли школьники. Услышанное делится на четыре вида. Когда получаешь услышанную новость, то надо ее иметь, к праведному относить. То есть лишнего, плохое нельзя брать. Всегда надо из хорошей новости, новой брать только хорошее. Тридцать первое – слово назидание. С творчеством поэта знакомы все от мала до велика. Ильна Смержановой сегодня исполнилось 8 лет. Она также участвовала в конкурсе «Ко дню Абая» и заняла первое место. Юный чтец продемонстрировал свой талант и подарок вручил ей Аким области, который пожелал девочке успехов в учебе и побольше побед в жизни. Я перешла в третий класс. Часто учу стихи, они развивают память. Мне нравится стихотворение Абая Кананбаева. Они легко запоминаются и имеют смысл. Подобрать стихи мне помогает учитель и мама. В дальнейшем планирую выучить слова назидания поэта. Историк и краевед Джайсан Акбай – один из тех, кто 25 лет назад побывал на торжественном мероприятии, которое было посвящено 150-летию Абая Кананбаева и проходило на его родине. Он много лет изучал творчество казахского поэта и прочел не одну книгу о его жизни. Одним из интересных фактов является то, что известный польский революционер Адольф Янушкевич после встречи с отцом Абая Кананбаев сравнил его с оратором и мыслителем древнего мира Демосфеном. Необходимо отметить, что Кананбай был зажиточным человеком своего времени и занимал пост старшего султана. Абай предвидел не только будущее своего народа, он великолепно знал историю своего народа. И вот этот Адольф Янушкевич говорил, давший миру Кананбаев и других сказителей того времени, этот народ имеет прекрасный будущий. Именно ждал, то есть придет время, что этот народ не только будет беречь наследие Абая, будет приумножать духовные наследия тех последователей Абая. В честь Дня Абая в центре города были установлены малые архитектурные формы. Планируется организовать аллею, где их количество будет увеличено до 45. Мы организуем целую аллею, где будут установлены такие камни со словами «Назидание». Площадь посещает много людей, и эти слова будут здесь очень кстати. Такие формы изготавливает местный скульптор. Сейчас написаны уже 38 и 18 слова «Назидание». От погодных условий текст не пострадает. В честь 175-летия со дня рождения великого поэта и писателя Абая Кананбаева в Уральске на одноименной площади были установлены малые архитектурные формы, на которых запечатлены словами «Назидание» поэта. В будущем по всему Арбату планируется установить подобные камни. Юлия Мутылова, Талгат Мурат Баев, Алтымбек Кабделов, телеканал Акжаик.